Приветствую вас. Смотрю, довольно много вы получили ответов. Правда, ответы все достаточно однонаправленные. То есть говорят они, мои коллеги, вам о том, что вам нужна индивидуальная работа с психологом и не вступая с ними в спор с моими коллегами, не полемизируя с ними. И я просто дам немножечко свой взгляд на ваши проблемы. Может быть чуть больше постараюсь пояснить то, что с вами происходит. Итак, три года после отношений ничего не чувствую любви к людям, не позволяю себя обнять, подать руку и какое-либо прикосновение. Не чувствую радости. Длится уже три года. Значит, не чувствуете любви к людям вы потому, что, во-первых, любовь к людям это всегда вследствие своего отношения к себе самому же. То есть любить можно только тогда и только того, кто, во-первых, относится к вам не негативно. Потому что если отношения к вам не негативные, то для любви к этому человеку нужно больше сил. А силы, понятно, есть далеко не всегда и не у как. Любить можно только тогда, когда, условно говоря, есть любовь к себе. Ну вот у вас, судя по тому, что я прочитал, после отношений и в результате определенных обстоятельств в этих отношениях, любви к себе не осталось. Напротив, любовь к себе для вас – это всегда не свобода, это всегда угроза, угроза, это всегда может быть боль, это всегда может быть негатив, угроза вам, кстати говоря, и отсюда в том, что вот с вами происходит. И понятно, что отношения, в которых вы были, нанесли вам серьезную травму. Это понятно. Но, как правильно вам сказала одна из моих коллег, вы же позволяли себе находиться в этих отношениях. Вы же терпили, получается, такое отношение к себе. А если вы терпели такое отношение к себе, значит, для этого были основания у вас. Ну, может быть, эти основания можно назвать как жертвами, определенные ценности, определенные социальные установки, может быть, и так далее. То есть, какие-то мотивационные модели у вас были для того, чтобы, вот, собственно, терпеть это поведение. И вот, в первую очередь, сперва нужно определить именно это, что и почему заставляло вас находиться в этих отношениях и терпеть то, что вас там унижали, били и так далее. Вы правильно говорите, что, значит, то, что вы сейчас чувствуете, это произошло из-за этого. Вы правильно говорите, это действительно так. Ну, так, теперь, после того, как вы это, может быть, поняли или получили подтверждение, теперь необходимо с этим работать. А работать можно с этим только с психологом. И вот так вот просто помочь вам здесь в рамках ответа на вопрос действительно не получится. Потому что проблема достаточно серьезная у вас. И она, поверьте, не в том, что вас били в отношениях, что вы позволяли себе какое-то поведение. Поверьте, дело не в этом. Дело – это следствие. Это следствие. А причина заключается в том, что вы позволяли себе это. Что вы позволяли другим это делать. Вот причина. И нужно понять, почему вы позволяли себе это делать. Что вами двигало? Вот, когда вы позволяли так с собой обращаться, что вами двигало? вот я бы хотел, чтобы вы постарались для себя данный аспект определить. Он очень важен и является принципиальным для решения вашей проблемы. Далее, нужно сказать так, что, значит, необходима работа в том числе и с вашими, как я уже сказал, установками, чтобы их менять, чтобы делать отношения к себе более ценностными и так далее. Вы пишите, боясь назначить отношения и потерять будущее этими отношениями, карьеру, статус и т.д. Да, потому что отношения для вас – это всегда, как я понял, угроза. Отношения для вас сейчас – это именно угроза, это именно негатив. И поэтому вы боитесь. Но если вы выработаете адекватную модель своего поведения, если вы выработаете максимально четкую, приемлемую для вас модель мужского поведения, вот именно с вашей стороны, то есть чтобы вы ориентировались в отношениях не на другого человека, как вы делали это до этого, а чтобы вы ориентировались именно на себя. Вот если вы будете делать именно это, то я полагаю, что проблем у вас будет куда меньше. Но нужно обязательно понять, что это требует, опять же, работы и усилий от вас. Потому что вот так просто – это не получится, это именно работа. Вот. Ну и очень интересно знать, например, во-первых, что для вас статус, то для вас карьера, почему она для вас так важна, и что заставляет вас думать, что нельзя совмещать, например, и карьеру, и, скажем, отношения. Откуда у вас такая вот установка? И я полагаю, что это одна из многих ваших установок, которые не являются прям-таки, прям-таки уж совсем верным, но которые можно поменять, если у вас есть желание. Это дело. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно мой ответ закончить. Надеюсь, что он, мой ответ, был вам полезен. Буду благодарен вам за оценку моего ответа лучшим, если он вам понравился. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.